Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы с вами находимся в новостройке. Мне здесь предстоит произвести полную отделку ванной комнаты с установкой всей сантехники. И отделку данного туалета. Уже предостаточно-таки видеороликов было мною отснято о отделке ванных комнат. И как, наверное, уже заметили многие из моих подписчиков, в каждом отдельно взятом видеоролике на данную тему я затрагиваю какие-либо отдельно взятые нюансы. Коех, как оказывается, прямо-таки неисчерпаемая ванна. И, казалось бы, такое-то маленькое помещение. А тем, тем не менее, для обсуждений хоть отбавляй. В сегодняшнем видео мы подробно рассмотрим правильную раскладку плитки на лицевой стене. И не только. Даже можно добавить при определенном дизайне раскладки коллекции керамической плитки. Конечно же, в этом видео это не единственное, на что мы будем обращать внимание. Различных нюансов при проведении отделки, и до нее будет предостаточно. И еще, чтобы данное видео не получилось слишком длинным, так как длинные видео не очень-то и смотрибельны, я сниму отдельно взятые темы в небольшие ролики. И вы их сможете посмотреть рядом с этим видео на моем канале. Конечно же, неисчерпаемой темой в отделке ванных комнат будет являться каждый раз какая-то новая коллекция керамической плитки, которую можно выложить не только в стандартном варианте, но и используя какие-то неповторимые дизайнерские решения при раскладке самой керамической плитки. Каждая работа индивидуальна. И, конечно же, итог, да и сам процесс, не лучше ли увидеть своими глазами, чем рассматривать картинки в интернете или просто плитки в выставочном зале. Ведь увидев воочию в конечном итоге результат, возможно, и кто-то из вас подхватит ту же самую идею при ремонте своей ванной комнаты. Одним словом, эта тема неисчерпаема, так как коллекций керамических плиток великое множество. Потому-то видеоролики на тематику о отделке ванных комнат и, пожалуй, подчеркну, правильных и грамотно преподнесенных обывателю будут всегда востребованы на YouTube. И не только, ведь их, честно говоря, не так уж и много. И в этом видеоролике речь пойдет и работать я буду с керамической плиткой коллекции Кайман. Заказчику она очень понравилась по каким-то картинкам в интернете. Что ж, теперь остается лишь воплотить, но уже свои идеи в жизнь на данной стене. Только вот, к сожалению, масштабы этой стены для творчества, к сожалению, не очень-то и просторны. Всего лишь 7 рядов плитки и еще плюс 4 сантиметра. Но к этому мы вернемся чуть позже. А вот так вот выглядит наша плитка. Черная и белая. Это классика. И, кстати, всегда будет актуальна. Итак, довольно уже болтовни. Пора приступать. Сначала я загрунтую все стены ванной комнаты, а затем установлю и ванну на место, выставив ее по четко горизонтальному уровню. Ведь укладка плитки будет производиться от уровня ванны. Итак, поехали. Итак, приехали. Стены мною прогрунтованы. Ванну я тоже уже занес, предварительно собрав и закрепив ее ножки. Также я собрал и вмонтировал в нее сифон. Ну вот, теперь можно установить ее по ее новому месту прописки. Выставив ее по четко горизонтальному уровню, регулируя данные ножки. Итак, ванна стоит на месте. И что мы видим? Правильно, прощелена в 10 сантиметров. То есть, наша ванна метр семьдесят, так как метр восемьдесят, их в природе вовсе и не бывает. Значит, эти 10 сантиметров мне сейчас и предстоит придумать. Ну вот, в общем-то, данная проблема уже и решена. Соорудил я такую своеобразную мощную полку и обшил ее гипсокартоном, которую также уже и загрунтовал. Впоследствии она тоже обложится керамической плиткой. Те, кто сходит с ума, ой, да гипс в такое место. Не сходите с ума, господа. Ни микрона воды на гипс и не попадет. Это всего лишь хорошая основа для укладки керамики. Здесь впоследствии будет своего рода монолит. В затвердевшем клею с керамикой и тщательно обработанной затиркой. Перед тем, как начать укладку керамической плитки, разумеется, сначала нужно провести подготовительные дела. Итак, стены уже были прогрунтованы. Ванна тоже уже стоит, как и положено, по четкой горизонтали. Что же еще? А то нужно еще выставить направляющие от уровня ванны по четко горизонтальному уровню для укладки плитки. Итак, готово. Но что-то все равно еще остается не сделанным. А не сделанным остался данный шов между стеной и ванной, который обязательно нужно засиликонить. Итак, готово. Вот теперь-то и можно приступать к укладке керамической плитки. Разумеется, после высыхания силиконового герметика. Теперь обратим внимание на лицевую стену, от левого угла которого и начнется укладка керамической плитки. Ширина нашей плитки 25 сантиметров. То есть на метр восемьдесят у нас получается семь рядов и плюс, учитывая швы, еще четыре сантиметра. Казалось бы, что же делать? Если даже начать раскладку плитки от центра стены, то слева и справа к краям приходит расстояние в 27 сантиметров. А плитка-то 25. То есть это тоже не выход. Прежде чем планировать отделку, разумеется, сначала нужно определиться с размерами той или иной коллекции плитки. И подходит ли она к вашим габаритам. Как можно по максимуму целостности в углах. Хотя бы на лицевой стене. Так как, в общем-то, от этого и зависит весь внешний вид отделки. Который бросается в глаза в первую очередь. В моем случае, в сложившейся сложной ситуации, выход я все-таки нашел. В коллекции Кайман существует вертикальный бордюр шириной в 3 сантиметра. Который, в общем-то, я и применил в помощь при отделке. Плюс ко всему, у нас еще получится и своеобразный дизайн. Получается прямо как в той пословице. Не было бы счастья, да бордюр декорный. Помог. Прежде чем раскладывать плитку на стене, разумеется, сначала я планирую ее на бумаге. Перебирая всяческие варианты, некоторые из которых, к примеру, заказчика не устраивает. И я их отсекаю. Либо говорю, что других разумных и более подходящих вариантов решения той или иной проблемы нет. И ему приходится со мной соглашаться. И замечу, что никогда и никто об этом еще ни разу не жалел. Так как набросок на бумаге это одно, а воплощенная идея на стене это нечто иное. В нашем случае нам очень важно, чтобы крайние черные плитки были целыми. В этом-то вся и фишка. Наши углы будут черными и должны быть равномерными. Итак, поехали. Итак, у меня уже полным ходом идет отделка стен плиткой. И еще я хотел бы обратить ваше внимание на один очень немаловажный аспект. Так как многие задают мне вопрос, а покажите, как вы делаете укладку плитки. Прежде чем производить укладку плитки, сначала нужно подготовить стены, если они кривые. Иной раз это занимает больше времени, чем сама укладка плитки. Укладка плитки производится только на идеально ровные стены с помощью гребенчатого шпателя. Выглядит это все вот таким вот образом. Вы, наверное, обратили внимание, что плитки производятся только на идеально ровные стены с помощью гребенчатого шпателя. При укладке керамической плитки я не применяла резиновую киянку. Гораздо эффективнее вот такими вот движениями приклеить керамическую плитку к стене без всяких лишних движений. Прилегание получается намного лучше. И еще одним немаловажным нюансом является то, что при укладке плитки нужно придерживаться одного правила. Каждый горизонтальный ряд плитки лучше выкладывать из одной пачки, так как в отечественной плитке почти всегда нарушена калибровка. Конечно же, это какие-то миллиметры, но учитывая то, что шов между плитками составляет порядка двух миллиметров, эти самые миллиметры с каждым рядом вверх могут превратиться и в сантиметры и сыграть роковую роль. Лично в моем случае таким подходом я воспользоваться не смогу, так как каждый вертикальный ряд, к примеру, на лицевой стене, у меня состоит из разных плиток и из разных пачек. И в случае, если у плиток будут расхождения в размерах, то у меня на этот случай для этих же самых плиток есть свой сюрприз. Но это уже секреты мастера. И, конечно же, нерешаемых проблем нет. И с секретами решения данной проблемы я как-нибудь обязательно поделюсь с вами в одном из своих предстоящих видеороликов, так как это займет определенное время. Итак, укладка керамической плитки на основную часть стен мной уже проделана. Осталось лишь соорудить экран под ванну. Он будет состоять из металлокаркаса. Затем обшить каркас гипсокартоном. Загрунтовать. И выложить по данной поверхности керамическую плитку. Ну, а затем можно будет и обрабатывать все швы между плитками в данном помещении затиркой. Итак, каркас уже у меня готов. Данный металлопрофиль, который я применял при его сооружении, очень жесткий и хорошего качества. Кстати, они же будут применяться и при отделке в туалете, при сооружении коробов. И, как ни странно, стоят они столько же, сколько стоят и некачественные тонкостенные профили. Можно сказать, что нам просто повезло, так как все строительные рынки нашей необъятной страны буквально завалены некачественным тонкостенным профилем. который буквально как фольга. И редко кто из заказчиков хочет тратиться на фирменные профили КНАУФ, которые, разумеется, стоят дороже. Потому-то я так часто и использую в отделке брусья, которые, конечно же, намного надежнее даже самих фирменных взятых всех вместе профилей КНАУФ. Монтаж каркаса из профилей производится следующим образом. Сначала выставляются боковые направляющие по четко вертикальному уровню и крепятся дюбель-гвоздями к стене. Затем в них вставляются верхняя и нижняя горизонтали. Нижняя направляющая крепится к полу дюбель-гвоздями. Затем между этими горизонталями выставляются вертикали, учитывая дверку доступа ревизии. Затем все это дело скрепляется саморезами с пресс-шайбой. Вот так вот они выглядят. Крепится гипсокартон к каркасу вот такими вот саморезами по металлу 25 либо 32 мм. Затем грунтуется пропиточной грунтовкой. И поверхность готова к укладке керамической плиткой. Ну вот и все. Готово. Все швы были мной обработаны затиркой. Для тех, кому интересно, мастер-класс о работе с затиркой тоже есть на моем канале. Ссылку на данное видео вы сейчас видите на своем экране. Также ссылка будет и под данным видео в комментариях. Теперь можно приступить и к отделке потолка с подключением нового освещения. Рассматривать в подробностях отделку потолка я в этом видео не буду, так как подробный мастер-класс о отделке потолка я уже отснял, и вы его также можете посмотреть на моем канале, перейдя по ссылке, которую вы сейчас видите на своем экране. Также ссылка будет и под этим видео в комментариях. Итак, потолочек тоже уже готов. Общий вид вырисовывается довольно-таки симпатичный, так как правильное освещение в любом помещении играет немаловажную роль. Теперь при новом и таком хорошем освещении можно спокойно начинать и отделку пола керамической плиткой, разумеется, предварительно прогрунтовав поверхность. Итак, отделка пола тоже мною завершена. Данная напольная плитка не из коллекции Кайман, так что из коллекции она глянцевая и, соответственно, скользкая, так как глянец напоминает каток. А это, как вы видите, более матовая, и, разумеется, скользить она будет по минимуму. Но не применили мы плитку из коллекции не из-за этого, а из-за проблем, связанных при отделке у размеров этой плитки, которая идет 30 на 30 сантиметров. А у нас от экрана под ванну до стены расстояние составляет в 93 сантиметра. То есть подрезок в 2 сантиметра с какого-то края, сами понимаете, смотрелся бы довольно-таки глупо. Потому-то я всегда и говорю, любая отделка начинается с точнейшей разметки. И прежде чем закупать материал, мастеру еще предстоит все хорошенько обдумать по месту, сделать точнейшие расчеты. И только затем рассчитывать материал. Теперь мне осталось лишь установить кое-что из атрибутов сантехники. И затем на этом работы в данном помещении завершатся. В данном месте будет стоять в дальнейшем стиральная машинка. Для нее я, как видите, тоже все подготовил, а также установил и розетку для ее подключения. Ну вот, в общем-то и готово. Все атрибуты сантехники уже красуются на своих местах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на мой канал, обращайтесь, всего вам доброго и до новых встреч!